О взятках и хищениях. Глава региона Игорь Кошин дал ряд поручений подчиненным в связи с возбуждением двух коррупционных уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц региона. Запретная норма. Депутаты регионального парламента ввели мораторий на рост числа госслужащих в 2016 году. Экстренные меры. Депутаты городского совета взяли под свой контроль вопрос о передаче учреждений образования с муниципального уровня на региональные. С главными новостями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин поручил усилить меры по предотвращению коррупции, в том числе способствовать скорейшему раскрытию существующих коррупционных дел. Сегодня в Ненецком округе их более 30. Основной упор в работе антикоррупционной комиссии, по мнению Полпреда, нужно сделать на предотвращение хищения бюджетных средств. И уже сегодня, проводя заседание комиссии, глава региона Игорь Кошин акцентировал внимание на последних событиях, которые произошли в регионе. В ходе работы регионального отдела ФСБ 16 декабря текущего года были вскрыты факты коррупционных проявлений должностных лиц региона. Речь идет о факте причастности к получению взятки чиновника окружной администрации Николая Дроздова и начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Ненецкому округу Сергея Савельева. Эти инциденты бросают тень на всю систему органов государственной власти нашего округа, подчеркнул глава региона Игорь Кошин. В связи с этим считаю необходимым дать ряд поручений. Аппарату администрации, Михаил Викторович, провести проверку соблюдения Дроздовым ограничений запретов, установленных законом, установить обстоятельства произошедших событий, о результатах доложить в кратчайшие строки. Аппарату администрации разработать нормативную базу, предусматривающую конкурсную процедуру назначения руководителей подведомственных учреждений и предприятий, предусмотреть регулярную аттестацию этих руководителей. Заместителям губернатора усилить контроль за действиями подчиненных в целях недопущения ими коррупционных проявлений. Управление госслужбы и кадров усилить качество отбора и проверок сведений, предоставляемых претендентами на замещение госдолжностей и должностей государственной гражданской службы. Хочу особо подчеркнуть, в борьбе с коррупцией неприкосновенных и неприкасаемых нет. Правоохранительные органы, антикоррупционная комиссия, отдел по борьбе с коррупцией в аппарате администрации Нинско-Автономного округа должны работать в данном направлении, выявляя правонарушения и привлекая к ответственности виновных, несмотря на регалии, статус, положение общества. С совместными усилиями нам необходимо устранить коррупцию в деятельности чиновников. Эта работа должна быть постоянной и максимально прозрачной для наших граждан. Поручение прошу выполнить в кратчайшие сроки. Депутаты регионального парламента ввели мораторий на рост числа госслужащих в 2016 году. Соответствующие поправки были приняты на заключительной в этом году сессии. Принятая норма запрещает администрации региона увеличивать число госслужащих, а также количество работающих в окружных казенных учреждениях. Соответствующие поправки были внесены в текстовую часть закона округа об окружном бюджете. В привязке к бюджету приняли и ряд других законов округа. Ирина Цепитова с подробностями. По данным Росстата численность работников, замещающих должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ненецкого округа на 1 октября составила 486 человек. Укомплектованность штата 95,7%. Своим решением депутаты окружного парламента намерены изменить сложившуюся ситуацию. Сегодня администрацией проводится большая работа по сокращению количества государственных служащих. Вы знаете, что мы на территории России, чуть ли не самые в первых рядах, по количеству государственных служащих на одного проживающего в нашем округе. Структурные изменения коснутся и учреждения образования в целях оптимизации бюджетных учреждений и повышения качества образовательных услуг в малых населенных пунктах округа. Так депутаты согласовали объединение средней школы поселка Индига и начальной школы детский сад поселка Волчейский. В мероприятии никоим образом не повлияют на образовательный процесс в реорганизуемых образовательных организациях. После получения дошкольного и начального общего образования в филиале расположено поселка Волчейск, в данном случае по месту жительства детей, обучающиеся, как и прежде, продолжат обучение в средней школе поселка Индига. Также начальная школа деревни Чижа станет филиалом средней школы села Несь, а начальная школа в Снопе – филиалом омской школы. Процесс реорганизации прошел с учетом мнения общественности. Реорганизационные мероприятия пройдут и в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения округа. Так, в 2016 году Оксинская участковая больница станет филиалом Ненецкой окружной больницы и, как следствие, перейдет в систему обязательного медицинского страхования. Присоединение позволит лучше организовать работу в Оксинской участковой больнице, освободить главного врача от административных функций, от необходимости организовывать государственные закупки и позволит улучшить качество медицинского исключения села Оксино. Аналогичная реорганизация коснется и других медицинских учреждений. К Центральной районной поликлинике в качестве филиалов присоединятся Амдерминская, Колгуевская, Красновская, Телевисочная, Омская, Каратайская, Нальминосовская, Карская и Харутинская амбулатории. Планируется, что переход будет плавным и продлиться до конца 2017 года. Еще одно изменение, которое касается сферы здравоохранения. Больничный лист со следующего года будет оплачиваться наполовину. Сейчас больничная гражданским служащим и работникам бюджетной сферы в регионе оплачивает по 100% системе. Половину компенсирует фонд ОМС, вторую – региональная казна. От такой практики решено уходить. Согласно новым поправкам, доплата к больничному листу сохранится в полном объеме только для отдельных категорий граждан. Это касается женщин, которые находятся на больничном по беременности и родам, а также тех, кто находится на больничном по уходу за ребенком и другим членам семьи. Остальным категориям граждан доплата к пособию по больничному листу будет выплачиваться в размере разницы между 50% среднего заработка и размером пособия, которое выплачивается за счет бюджета Фонда социального страхования. Ощутимую разницу с введением новых правил почувствуют только те, у кого заработная плата выше 50 тысяч рублей. Также на сессии депутаты утвердили передачу к компетенции органов местного самоуправления города и поселка Искатели полномочий по установлению регулируемых тариков на перевозке по соответствующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Принятие данного законопроекта позволит органам местного самоуправления в соответствии с принятыми упорядками предоставление субсидии возмещать перевозчикам дополученные доходы от перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, за исключением лекового такси. На переходный период с 1 января по 1 марта следующего года субсидирование по муниципальным маршрутам будет осуществлять Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. На эти цели из бюджета округа потребуется более 14 миллионов рублей. Во втором окончательном чтении депутаты приняли изменения в закон о специализированном государственном жилищном фонде НАО. Документ предусматривает возможность предоставления жилых помещений в принадлежащих округу общежитиях лицам в возрасте до 30 лет, получившим на территории России высшее или среднее профессиональное образование и впервые трудоустроившимся по полученной специальности во внебюджетной организации на территории сельских населенных пунктов округа. Помещения в специализированном фонде будут предоставляться при соблюдении определенных условий. Максимальный срок, на который выделяется комната в общежитии – 3 года. Помещения в специализированном фонде будут предоставляться при соблюдении также таких условий. Первое – отсутствие у молодого специалиста в соответствующем сельском населенном пункте жилья в собственности или по договору социального найма. Второе условие – до поступления в высшее или среднее учебное заведение молодой человек должен был постоянно проживать в Ненецком округе не менее пяти лет. Законопроект разработан для того, чтобы привлечь молодых специалистов в сельские населённые пункты. Пока, правда, непонятно, как реализовывать данную идею. Ведь пустующих общежитий в регионе, по сути, нет. По мнению депутатов, этот законопроект будет принят с перспективой на будущее. Все решения, принятые депутатами на сессии, стали крайними в уходящем году. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Решающее слово сегодня сказали депутаты горсовета. На сессии они проголосовали за передачу городского образования в виде неокруга. Напомню, 95-й региональный закон, в соответствии с которым образовательные учреждения и имущества должны были быть переданы округу, вступил в силу ещё 1 января 2015 года. Но администрация города получила переходный период, который истекает уже через две недели. По дорожной карте, которая была подписана мэром, процедура передачи должна была пройти ещё в октябре. Но администрация Наринмара не предпринимала никаких шагов. И если бы депутаты городского совета не взяли инициативу в свои руки, работа образовательных учреждений города оказалась бы под вопросом. Депутаты повторно утвердили перечень имущества образовательных учреждений города, подлежащего передаче ведения региона. Это 20 образовательных организаций, среди них школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. На прошлое решение горсовета мэрного жиловета. В этот раз учтены все юридические нюансы. Подписываться решение будет только председателем совета депутатов. Администрация соглашается передать имущество, но предлагает это сделать не в соответствии со 122-м федеральным законом, а весьма необычным способом – по договору пожертвования. При этом мэрия настаивает прописать в документе пункт о возврате имущества после прекращения полномочий. По договору пожертвования, как мы слышим, говорят, что мы пропишем условия возврата его обратно, поэтому это будет гарантией. Как по гражданскому кодексу, мы не можем подарить вещи на 10 лет, на 5 лет надо. Мы дарим ее безвозмездно, постоянное, бессрочное пользование. Мы не можем прописать в договоре пожертвования, что я подарю имущество на 10 лет. Возникают и другие опасения. Необычная форма передачи через пожертвование может существенно затянуться. А значит, есть риск сорвать начало образовательного процесса в январе 2016 года. Процедура, которую нам сегодня предлагает городская администрация, к сожалению, не предполагает конкретную дату. Мы это узнаем, когда будет зарегистрирован договор пожертвования. Поэтому говорить о том, что с 1 января перейдет, мы не можем. Депутатским корпусом решено передачу имущества провести согласно 122-му федеральному закону. К тому же процедура уже отработана. И при передаче в регион образовательных учреждений района, и с мэрией, когда год назад в субъект был передан Дом культуры. Настаивают депутаты и на полной передаче имущества. Администрация города решила оставить за собой часть комплекса спортшколы «Старт». Как выяснилось на сессии, лыжи, роллерная трасса, спортивный зал на территории и гараж вчера переданы в собственность муниципального учреждения «Чистый город». Организации, которая занимается благоустройством города, ремонтом электросетей, оказывает ритуальные услуги. Содержит дороги, а вовсе не осуществляет образовательной деятельности. Меня возмутил тот факт, что после того, как на комиссии, а следом на комитете, мы подробно, с учетом всех мнений, выслушали все стороны и приняли решение о голосовании, вдруг чудным образом появляется распоряжение главы о передаче в казну лыжи, роллерной трассы. Я на сессии об этом заявил вслух и сейчас повторю. По моему мнению, это подмена. И с этим фактом надо обязательно разобраться. Такие вещи задним числом не делаются. С юридической точки зрения, пока это спортивный объект, передав спортивный объект в учреждение, непрофильное учреждение, это будет противозаконно использовать его. Но ничего не мешает собственнику перепрофилировать этот объект в соответствии с теми целями, которые есть у соответствующего учреждения. Также Ольга Питунина добавила, согласно законодательству, передать муниципальное имущество можно только в тех случаях, когда оно используется не по назначению или не используется вовсе. Несмотря на все препятствия, решение о передаче имущества образовательных организаций принято депутатами Горсовета. По мнению руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа, если лыжная база старта не перейдет в регион, это не позволит дать госзадание тренерам по лыжной подготовке, а значит и оплачивать их труд. Город же преподносит лыжероллерную трассу не как спортивный объект, а зону массового отдыха. Мы сегодня хотим лишить наш город парковой зоны, можно сказать, зоны массового отдыха. Почему? Говорят, нам настаивают, вы нас поймите, а нас-то почему никто не хочет понять? Горожан-то почему никто не хочет понять? Мы и так ни одно... Где, скажите, у нас есть парк? Также в зале звучали предложения увеличить протяженность трассы и сделать на территории зону для барбекю. Наиболее, чего мы боимся, как лыжники, ну и как было озвучено, что хотят сделать из этого комплекса, так скажем, парк отдыха для всех горожан. Естественно, для нас, как для спортсменов, многие знают, что мы там и на лыжах катаемся, на лыжероллерах, возникнут проблемы в том, что мы будем сталкиваться с горожанами, то есть они не будут понимать, что нужно где-то уступить нам место и так далее. На комиссии депутаты города настояли всё же на своём и приняли решение передать всё имущество согласно 122-му федеральному закону. Второй пункт, который мы внесли сегодня в наше решение, это чтобы городская администрация приняла меры передачи этого имущества в течение пяти рабочих дней. Потому что на сегодняшний день всё затянуто неприлично очень далеко, проблемы будут существенные, если дальше продолжать бездействовать. А я вот повторюсь, я говорю это неоднократно, что мэр и городская администрация сегодня бездействуют. Глава города также присутствовала на сессии. С передачей учреждения образования о ведении региональных властей она по-прежнему не согласна и планирует вновь вернуться к судебным тяжбам. Хотя Верховный суд ещё в октябре постановил о правомощности окружного 95-го закона. И ссылаясь на то, что 131-й закон – это главнее закона образования, главнее от физической культуры и спорта, этот вопрос последующих судебных разборок. Пока по образованию мы не оспаривали. Это был переходящий период. Мы рассчитывали, что переходный период мы убедим, как окружная администрация, чтобы оставить у нас. Но нам не удалось. И право осталось одно – оспаривать в судебном порядке. То есть вы передавать не будете? Ну как мы не передаем? Мы сейчас передаём, но обратно будем возвращать. Несмотря на все попытки оставить образование под крылом муниципалитета, ситуация близится к разрешению. Своим решением депутаты обязывают мэрию передать имущество в кратчайшие сроки. А это значит, что после новогодних каникул образовательные учреждения Наринмара начнут работать в привычном режиме, но в статусе окружных. Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС назвал Ненецкий округ в числе наихудших по размещению пожарных частей. По словам председателя комитета ГОИЧС Сергея Боенко, данная информация не соответствует действительности. Оценили на тройку. Активисты Общероссийского народного фронта и регионального общества инвалидов проверили инфраструктуру здания аэропорта. Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС провел итоговый сбор территориальных управлений МЧС субъектов Северо-Западного федерального округа. Заседание прошло в Великом Новгороде. Игорь Панин сообщил, что более чем 2000 населенных пунктов СЗФО с общей численностью населения 35 тысяч человек не отвечают регламенту по размещению пожарных частей. Отметив, что наихудшая ситуация в Архангельске, Псковской областях и Ненецком округе. По словам председателя комитета по ГОИЧС Сергея Боенко, данная информация не соответствует действительности. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга. Прозвучало, что с 2013 года в Ненецком автономном округе работа по созданию пожарных подразделений не ведется. Мне кажется, уже то, как мы даже в СМИ освещали эту работу, каждый ребенок знает, что в 2015 году три подразделения в округе открыты. Кто ввел генерала Панина в заблуждение? Кто неправильно представил информацию? Мы обратимся к генералу Панину, чтобы он разобрался в этой ситуации. И попросим проинформировать нас о том, кто виноват. Напомню, в течение последних восьми лет полномочия в области тушения пожаров находились в Архангельской области. И только с 1 января 2015 года полномочия вернулись в округ. За это время сформированы подразделения пожарной охраны в ОМИ и Усть-Каре. А в населенных пунктах, в том числе с малой численностью населения, организована работа 25 пожарных дружин. В их состав входит порядка 110 добровольцев из местных жителей. Это наиболее подготовленные и ответственные граждане. Доступную среду в аэропорту оценили на тройку. Активисты Общероссийского народного фронта и регионального общества инвалидов проверили инфраструктуру здания аэровокзала. Оно, как и все общественные места в округе, согласно федеральной программе, должно стать доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комната матери и ребенка, пожалуй, единственное место в аэропорту, частично приспособленное для человека с ограниченными возможностями здоровья. Между комнатами нет порогов, на полу не скользкое покрытие. Комфортно чувствовать себя здесь будут все посетители, кроме инвалида-колясочника. Узкие дверные проемы не позволят ему попасть в комнату. Ну, во-первых, завершить реконструкцию и сделать действительно нормальные пандусы, нормальные двери, чтобы инвалиды могли совершенно спокойно подниматься сюда. Я понимаю, что следующим шагом нам придется вот эти туалетные двери, извините, которые 60 сантиметров расширять до 90 сантиметров, либо делать отдельный туалет для инвалидов. По словам Валерия Остапчука, аэропорт станет доступнее уже в июле 2016 года. Летом планируется завершить монтаж пандуса. Для инвалидов-колясочников будет предусмотрен отдельный вход. Пандус будет иметь оптимальный угол подъема, поручни и антискользящее покрытие. Председатель регионального общества инвалидов Надежда Ковалевская сразу отметила, в здании аэропорта скользкий кафель. Зимой он становится причиной массовых ушибов, причем даже здоровых людей. Чтобы передвигаться по зданию безопасно, плитку необходимо прорезинить, лестницы оборудовать поручнями и перилами. Активисты ОНФ также обеспокоены тем, что аэропорт не смог приобрести амбулифт для доставки и погрузки колясочников в самолет. Специалистами Народного фронта были выявлены такая, на наш взгляд, сомнительная закупка. Это покупка автомобиля премиум-класса за около 4 миллионов рублей. Я думаю, что можно было бы эти средства направить как раз на устранение вот этих погрешностей, которые на данный момент присутствуют. Приобрести амбулифт руководство аэропорта планирует за счет средств программы «Доступная среда». Она действует на территории Ненецкого округа и России до 2020 года. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова